Возврат долгов Альбина Александровна Гусева Альбина Александровна Гусева Альбина Александровна Гусева Время есть. Очень много еще законодателям предусмотрено возможностей для того, чтобы либо рассрочить исполнение какого-то исполнительного документа, либо его отсрочить, либо отложить исполнительные действия. Но только через суд. Рассрочка и отсрочка – это только в судебном порядке, а отложение исполнительных действий – это решает судебный пристав. То есть нужно обратиться к судебному приставу, написать соответствующее заявление, и судебный пристав его рассмотрит. Все просто. Ну, для кого как? А вот как и где можно узнать, что у человека есть какие-то долги? Куда заглянуть? Вы знаете, у нас есть интернет-ресурс, банк данных исполнительных производств. Через любой интернет-портал вы можете забить наш адрес fssp.rus или просто написать, смотря какой регион вас интересует, например, управление ФССП по Ульяновской области. И заходим в банк данных исполнительных производств. Забиваем там свою фамилию или фамилию, чья вам интересна, и дату рождения. И все вы увидите, кто вам должен. Являетесь ли вы сами должником, собственно. Да, кстати, сюрприз такой. Да, бывает и такое. Да, административные штрафы ведь накладываются, и многие просто не знают, к сожалению. Конечно, многие просто не знают, поэтому есть возможность, не выходя из дома, сквитовать квитанцию и оплатить нам долг хотя бы по этому штрафу. А много ли в Ульяновской области на сегодня находится в производстве дел по взиманию долгов? Вы знаете, вот у меня есть цифры за 7 месяцев 2017 года. То есть этого года. Этого года, да. За этот период судебными приставами возбуждено более 320 тысяч исполнительных производств. Что касается категории исполнительных документов, как правило, большую часть составляет взыскание налоговых платежей, таможенных платежей, актов административных органов, это в том числе и штрафы ГИБДД, взыскание госпошлины. Вот это наиболее частая, наиболее такая львиная доля, скажем так, исполнительных документов, подлежащих исполнению. Дальше идут взыскания задолженности по кредитам, взыскания задолженности по ЖКХ, судебные акты и имущественного характера. А кого судебные приставы считают злостным неплательщиком? Вы знаете, у нас, как это объяснить, злостный неплательщик. То есть, у судебного пристава очень широкий инструментарий. Что он может сделать? Он может наложить арест на денежные средства, которые у вас находятся на расчетных счетах в банках. Он может арестовать ваше имущество. Он может направить на удержание постановления о взыскании заработной платы, на удержание какого-то процента. Но, если эти меры не привели никакому результату, то тогда по определенной категории исполнительных документов у нас наступает административная ответственность, а затем уже и уголовная ответственность. Поэтому судебным приставам уже уголовная ответственность, это я хочу подчеркнуть, что это крайняя уже мера, когда остальные все мероприятия остались безуспешными. И вот в этом случае судебные приставы приходят уже домой, да, должникам? Да, приходят домой для ареста имущества, которые производятся, конечно, с участием понятых обязательно, это обязательное условие, которое у нас закуплено в законе, и с участием, конечно, должника. И граждане должны понимать, что если он берет на ответственное хранение арестованное имущество, он должен обеспечить его сохранность. В этом случае это имущество ему уже не принадлежит. И в случае растрата его, отчуждения, также наступает уголовная ответственность. То есть, если вы придете там в голые стены, то человек уже попадает в уголовную... Да, будем разбираться о причинах, куда же это все у нас делось. А как должен выглядеть судебный пристав? Что должен предъявить должнику, когда приходит к нему домой? Вообще, как отличить, например, настоящего судебного пристава от оборотня в погонах? Сейчас мошенников очень много. Да, я вас прекрасно понимаю. Я вам так отвечу на этот вопрос. Значит, у нас судебные приставы становятся тогда, когда уже есть приказ о назначении, соответственно, служебное удостоверение. Это обязательно должно быть у судебного пристава при совершении исполнительных действий. Это первое. Второе. Обязательно должен быть исполнительный документ, на основании которого возбуждено исполнительное производство, и то процессуальное решение, которое собирается сделать судебный пристав исполнитель. Если это арест, то это соответствующее постановление. То есть это предъявляется должнику, чтобы должник знал, а что, собственно, собирается делать судебный пристав в его квартире или там в помещении. Поэтому вот эти реквизиты обязательно. И если сотрудник аттестован, он получил уже классный чин, то тогда он должен быть в форме. Тогда он должен быть в форме. Если он не аттестован, то есть при вновь поступлении на службу, должно пройти какое-то время, чтобы получить классный чин, пройти соответствующий экзамен, форма тогда не выдается. То есть тут документы. Только документы, да, соответствующие служебное удостоверение. Имеет ли право судебный пристав взломать дверь, если, например, должен скрываться за этой дверью и не хочет открываться судебного пристава? Такого права судебного пристава нет, потому что мы знаем, что по конституции жилище, жилище. Если говорится сейчас о жилье, да, оно неприкосновенно, и проникнуть туда можно только на основании судебного решения. Вот, однако судебные приставы имеют такую возможность проникнуть в жилье лишь в одном только случае, когда у нас есть судебный акт о вселении, да, либо о выселении принудительно. Вот тогда дополнительного какого-то разрешения суда не надо. Самим судебным актом у нас уже предписано выселить принудительно, опять же, либо вселить. Поэтому только вот в этом случае судебный пристав может проникнуть в жилое помещение. Это касается судебного пристава исполнителя. Что касается судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, он может проникнуть в помещение, если у него есть принудительный привод судей. Только судей. Вот если должники у нас не являются в судебное заседание, суд, соответственно, принудительных доставляет. Вот на основании такого принудительного привода могут проникнуть в жилое помещение. А что имеет право изъять и какое имущество судебный пристав? Как правило, это в первую очередь наличные денежные средства. Они тут же изымаются. Соответствующая есть процедура, каким образом они оприходуются. Во вторую очередь изымаются предметы роскоши, интерьера и дизайна, которые каким-то образом не участвуют в повседневной деятельности. Ну, а затем уже смотрятся индивидуально. То есть какое-то минимум имущества, конечно, мы не трогаем. Если возник в ходе ареста спор, и должник говорит, что это имущество ему не принадлежит. Бывает такое, да? Что или это имущество ребенка, которое необходимо для учебы, работы и так далее. Эти все споры, конечно, решаются в судебном порядке. И, уважаемые граждане, не имейте в виду, что с момента, как судебный пристав произвел арест, ваше имущество, у вас есть 10 суток, обратиться в суд за исключением из описи этого имущества, которое у вас арестовали. И доказать, может быть, представить в суду документы, которые подтверждают о том, что это имущество вам не принадлежит. То есть вот в суд подали заявление, и уже с этого момента уже судебные приставы ждут, когда решили суда. Конечно, ждут решения суда. А было такое, что голые стены, да? И ничего нет? То есть это в судебном порядке разрешается? Было такое, что у нас голые стены, когда отчуждали имущество арестованное. Очень часто это бывает с автомототранспортом, потому что это движимое имущество. Судебный пристав предписывает хоронить имущество в определенном месте. Должник говорит, хорошо, подписывается в акцию описи ареста, разъясняет самоответственность соответствующая. Спустя какое-то время судебный пристав должен проверить сохранность этого имущества, потому что это имущество, там целая, знаете, процедура реализации принудительной. То есть ему нужно изъять, оценить, передать на реализацию. Сами судебные приставы и Федеральная служба судебных приставов реализацией имущества арестованного не занимается. Так вот, чтобы цепочку всю проделать, нужно, собственно, это имущество изъять. И когда судебный пристав приезжает, обнаруживает, что имущества нет, конечно, здесь вступает уже норма уголовного процессуального кодекса и выясняются причины, куда делось арестованное имущество. И у нас вот в этом году, это за 7 месяцев, возможно, 20 уголовных дел по статье 312, которые нам как раз и разъясняют, что за растрату, отчуждение, незаконную передачу арестованного имущества ответственный хранитель несет уголовную ответственность. А вообще вернуть имущество, которое изъяли, можно вообще? Это реально? У должников изъяли, а после вернуть они могут это имущество каким-то образом? Вы знаете, у нас есть процедура самостоятельной реализации. Законодатели нам предусматривают, что если это имущество до 30 тысяч рублей, его можно самостоятельно выкупить. Должнику выкупить, да, конечно. Потому что, вы поймите, значит, судебный пристав приезжает на арест только в том случае, если не хватает денежных средств. Ну нет, у должника денег заплатить. Он не работает. Или у него до того мизерный доход, что судебный пристав не может просто наложить на это запрет ареста и взыскать. И только в этом случае. То есть мы должны реализовать имущество, чтобы какие-то деньги опять получить за него и погасить взыскателю задолженность. А вообще внедряются ли какие-то новые методы принудительного взыскания задолженности вот сейчас? Есть такое? Вы знаете, я вам так скажу, что наш вот закон 229-й об исполнительном производстве, у него очень широкий круг, инструментарий, который закреплен за судебным приставом исполнителя. Очень широкий круг. То есть я не могу припомнить, где еще такие полномочия есть у кого. То есть судебный пристав может ограничить выезд за пределы Российской Федерации. Он может ограничить пользованием спецправом, правда, по определенной категории исполнительных производств. Это взыскание алиментов, возмещение морального вреда, ущерба преступлению. Наложить арест на счет, где находятся денежные средства. Вот не могу сказать, ни один следователь, дознаватель без судебного решения этого сделать не может. А судебный пристав исполнитель может. Поэтому все вот эти мероприятия, которые инструментарий, который закреплен в нашем федеральном законе, он достаточен. Я думаю, что сейчас ведутся, конечно, разговоры, чтобы разрешить судебному приставу обращать взыскание на единственное жилье. Сейчас мы на единственное жилье, да, мы не можем обращать взыскание. То есть оно как бы нерушимо. Насколько это оправдано, насколько это получит вот это вот развитие, ну посмотрим, как Госдума рассмотрит этот законопроект. Пока я думаю, что всех вот этих инструментов достаточно, чтобы эффективно исполнять решение суда. А вот как раз к нерадивым должникам, которые уклоняются, злостно уклоняются от судебного решения, мы применяем и нормы уголовного права. Еще как бы отдельной темой, наверное, вот взыскание алиментов, вы уже тут сказали, что это одна из категорий исполнительных производств, и она у вас в приоритете. Да, социально значимая категория. Директор службы судебных приставов очень особое внимание уделяет как раз вот исполнению данной категории исполнительных производств. Ну что я могу сказать? Вот в этом году, в 2017, более 13 тысяч исполнительных производств находилось на исполнении взыскания алиментов. Более 124 миллионов взыскали алиментов. Это только через депозитные счета службы судебных приставов. Надо понимать, что работодатели имеют право направлять напрямую взыскателю денежные средства, удерживают алименты по месту работы. Поэтому эти денежные средства я как бы сюда не включила. Что касается нерадивых алиментщиков, у нас изменилась немножко диспозиция, изменилась статья 157. Если она звучала как злостное уклонение от уплаты алиментов, то сейчас она звучит просто неуплата алиментов без уважительных причин. И введена административная приюдиция. Ну, говоря простым языком, это значит, что прежде чем должника привлечь к уголовной ответственности, его нужно привлечь к административной. И вот если после этого должник никаких выводов не сделал, не изыскал средства, не устроился на работу, ничего не заплатил своему несовершеннолетнему ребенку, ну, тогда мы привлекаем таких должников также к уголовной ответственности, к сожалению. Спасибо, Альбина Александровна, вы так все подробно рассказали. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Жду вас еще раз. Жду приглашения от вас еще раз. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok